Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуальная тема. Меня зовут Анна Зуева. И сегодня у меня в гостях Константин Бадеев, юрист, помощник депутата Государственной Думы 7-го созыва Николая Будуева. И говорить сегодня с Константином будем о судебном разбирательстве, где оспариваются тарифы на отопление компании ТГК-14. Константин, здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Расскажите, что за судебное разбирательство, в котором вы принимаете участие? За что боретесь? Получается, Николай Роберт из 2016 года уже в судебном порядке оспаривает тарифы ТГК-14, но ранее оспаривались тарифы, которые были установлены приказом 2015 года. Сейчас, в январе, было подано административное исковое заявление, о котором оспариваются тарифы, установленные на пятилетний период с 2019 года по 2024 год. И они тоже высокие? Неправильные? Мы полагаем, что данные тарифы неправильные, поскольку в них включены как город Улан-Удэ, так и поселок городского типа Каменск. Но они находятся в разных системах теплоснабжения, в разных климатических зонах, соответственно, и разные тарифы должны применяться к ним. Помимо прочего, мы полагаем, что были допущены нарушения постановления правительства, которые регламентируют основываться на образовании в сфере теплоснабжения, и прочие нормативные акты также в сфере теплоснабжения. Мы считаем, что в данном случае республиканская служба по тарифам их не учла при вынесении данного приказа. Позвольте мне вас перебить. Правильно ли я понимаю, что сейчас жители Улан-Удэ и жители поселка Каменск в Кабанском районе платят одинаково за отопление? Да. Вы считаете, что это неверно? То есть жители Каменска должны платить меньше или больше? Есть 808-е постановление правительства Российской Федерации 2012 года, в соответствии с которым определяется зона теплоснабжения, зона ответственности теплоснабжающей компании. И вот в данном случае республиканская служба по тарифам говорит, что в Улан-Удэ ТГК-14 признана единой теплоснабжающей организацией, и также она признана в поселке городского типа Каменск. Но при этом у них нет единой системы теплоснабжения между городом Улан-Удэ и поселком городского типа Каменск. Поэтому здесь противоречие между постановлениями правительства и действиями республиканской службы по тарифам. Каким образом все это влияет на тариф? Это существенно увеличивает тариф, который платят жители города Улан-Удэ. Поэтому сотрудники республиканской службы по тарифам, приходя в судебные разбирательства, говорят о том, что мы провоцируем социальный взрыв. Конкретно в поселке городского типа Каменск. Потому что если снизятся тарифы в городе Улан-Удэ, то, соответственно, они возрастут в поселке городского типа Каменск из-за ряда экономических условий. Потому что у них производство тепла дороже, чем в городе Улан-Удэ. Вопрос возникает такой. Почему? Мы кормим жителей поселка Каменск. Это не то, что мы кормим, а почему за счет жителей города Улан-Удэ снижаются тарифы в поселке городского типа Каменск. Это противоречие пункту 25, основ ценообразования в сфере теплоснабжения. Это прямое противоречие. Но, тем не менее, почему-то нам такие тарифы делают. Какое отношение ТГК-14 имеет к Каменску? Они являются арендаторами темлюйской ТЭЦ, которая отапливает Каменск. И поэтому они заявили о том, что они являются единой теплоснабжающей организацией в Каменске. Республиканская служба по тарифам говорит, какой тариф будет у жителей Каменска, если нас разъединить? Наш тариф посчитать каждому свое отдельно, Улан-Удэнсом и Каменцем. Ну, в судебное заседание они таких доказательств не представляли. Но я надеюсь, что в следующий понедельник у нас будет очередное разбирательство, и данные сведения они нам представят. Но, тем не менее, мы полагаем, что социального взрыва-то быть не должно. Видите, в силу бюджетного кодекса, конкретно статьи 78, у правительства Российской Федерации, у органов власти, субъектов, в данном случае Республики Бурятия, есть право оказывать поддержку, в том числе и ТГК-14. Если они считают, что, да, расходы ТГК-14 будут слишком высокие, и они тяжким временем лягут на население города Каменск, поселка городского типа Каменск, то они вправе пойти тремя путями. То есть первый путь – это оказывать поддержку ТГК-14. Второй путь – это компенсировать затраты жителей ПГТ Каменск. И третий путь – это субсидировать жителей Каменска. Но почему-то ни один из этих трех путей вообще не рассматривается. И получается, вся ответственность и все бремя содержания Тимлюйской ТЭЦ легло на жителей города Улан-Удэ. Всех без исключения, которые оплачивают услуги ТГК-14. Примерно считали, каким бы был тариф для жителей Улан-Удэ, если бы система работала правильно? Конкретно, пока таких расчетов не делалось. Но на сколько примерно процентов тариф мог бы снизиться? На 10%? Я исхожу из позиций, озвученной на прошлой неделе, руководителем Федеральной антимонопольной службы. То есть порядка 100% ниже будет. То есть 100% мы переплачиваем. Или как это правильно сказать? Вдвое ниже, вы считаете? Да, в два раза ниже должны быть тарифы. Потому что даже на территории города Улан-Удэ, если потребители тепла от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, они получают тепло, которое получено из достаточно дешевых источников, поскольку там промышленные размахи производства тепла, то ряд котельных, которые обслуживают стеклозавод, моржзавод, юго-западная котельная известная, то они достаточно дорогое тепло производят. Но здесь вопрос в чем? ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельные, они в составе ТГК-14, и они, ТГК-14 признана единой теплоснабжающей организацией города Улан-Удэ. Но в эту нашу систему городскую не включена Тимлюйская ТЭЦ. Поэтому тарифы на Тимлюйскую ТЭЦ, они как-то непонятно включены в тарифы для города Улан-Удэ. Что говорит республиканская служба по тарифам? Как они аргументируют свою позицию? Пока они достаточно такими популистскими методами высказываются о том, что мы провоцируем социальный взрыв, то, что если они включат для поселка городского типа Каменск те тарифы, которые экономически обоснованы, то просто жители Каменска не смогут их оплачивать, и будет социальный взрыв. Но, опять же, возвращаясь к тому, что это же обязанность государства. Россия по конституции признана социальным государством. И данные обязанности возложены на все органы исполнительной власти. Но почему-то, как наша республиканская служба по тарифам, то обязанность не совсем исполняет. Поэтому и обжалуется их приказ, восстанавливающий тариф на такой длительный срок, как пятилетний период с 2019 по 2024 год. Константин, что говорят представители ТГК-14? Они приходят на судебное разбирательство или игнорируют? ТГК-14 ни разу не явились на судебное разбирательство. И действительно, борьба-то идет именно с их тарифами. Республиканская служба по тарифам, возможно, как-то по-своему интерпретирует нормативные акты, как-то по-своему произвела расчеты. Но ведь основная ответственность, мы полагаем, лежит на именно ТГК-14. Ведь даже в городе Чите, где та же ТГК-14 и основные подразделения, которые там находятся, тарифы намного ниже, чем в городе Улан-Удэ. Почему решили именно в городе Улан-Удэ сделать такие тарифы и фактически наживаться на горожанах? А вы знаете, сколько Чите платят примерно? На сколько процентов ниже? Эта информация, она открытая и на сайте ТГК-14 размещена. Но значительно ниже, чем мы платим. Значительно ниже, чем в городе Улан-Удэ. Как происходит судебный процесс? Как давно вы судитесь? Административное исковое заявление было подано в конце января 2019 года. И на данный этап у нас прошло два предварительных заседания. То есть мы к непосредственному разбирательству еще не перешли, потому что мы обмениваемся документами. Это процедура такая по административному судопроизводству. Когда назначено самое настоящее судебное разбирательство, что нужно сделать, чтобы туда пришли представители ТГК-14? Они имеют право игнорировать процесс и не являться? – Поскольку основной ответчик у нас – Республиканская служба по тарифам. То есть в иске Николая Роберта еще указан ответчик – это Республиканская служба по тарифам, поскольку именно их приказом установлены такие высокие тарифы. ТГК-14 участвует как заинтересованное лицо, просто потому что это тарифы их. Они вправе и не приходить в судебное заседание. Но мы полагаем, что они в любом случае придут, какие-то доводы представят, потому что, я так понимаю, сотрудники Республиканской службы по тарифам затрудняются на некоторые вопросы ответить наши. Допустим, по вопросу того, что ТЭЦ-1 ведь производит не только тепло, но и электричество. И в соответствии со статьей 7 Федерального закона о теплоснабжении, органы исполнительной власти, в данном случае Республиканская служба по тарифам, не вправе устанавливать для ТЭЦ-1 тарифы. Потому что комбинированная выработка идет и тепла, и электроэнергии. Причем там критерий идет по объему производимой электроэнергии 25 мегаватт. А согласно тому же открытому сайту ТГК-14, ТЭЦ-1 производит около 148 мегаватт. То есть, естественно, уже согласно статье 7 Федерального закона о теплоснабжении, РСТ не вправе была устанавливать для них тарифы. Почему же такие грубейшие нарушения себе позволяет эта служба? Я думаю, что если нарушения действительно имеют место быть, суд примет наши доводы, и будет вынесено определенное решение. В целом по ТГК-14 существует много проблем, к сожалению. То же самое обрезание жильцов многоквартирных домов от услуг отопления. Да, мы очень много сюжетов сняли. Это ведь незаконно. Я смотрел сюжеты, изучал, когда готовился по материалам и вашей телекомпании, и других. И там сюжеты об обрезании горячего водоснабжения. А именно по отоплению, к сожалению, ни одного сюжета нет. И сами сотрудники ТГК-14, зная заведомо, что это незаконно, ограничение от услуг отопления возможно, но полное отключение недопустимо. Это прямо запрещено. То есть горячую воду вправе отключить, а отопление не вправе отключить, потому что это может повлечь нарушение прав других потребителей тепла. Ведь элементарно одна квартира разморозится, другие квартиры тоже будут испытывать нехватку. Сейчас мы конкретно нашли достаточно веские доказательства того, что ТГК-14 данную работу проводила. В частности, по одной женщине известной, которая выступала уже на круглом столе. Мы ее снимали. Да, вы ее снимали в том числе. И вот некрасивые действия ТГК-14 были, когда они сами ей восстановили после круглого стола теплоснабжение и сами же обратились в полицию на нее с заявлением о возбуждении дела. То есть она самовольно, якобы, по их мнению, подключила тепло. Непонятное, достаточно нелогичное поведение. И кроме нее еще у нас есть как минимум три доказательства того, что ТГК отключило. То есть два акта у нас есть, подписанных сотрудниками ТГК-14 об отключении, которые остались, к счастью, на руках у граждан. И у одного человека они прямо опломбировали батареи, то есть трубы, по которым поступает тепло в квартиру, после того, как демонтировали батареи. И по поручению Николая Робертовича мы подготовили обращение как в суд, так и в правоохранительные органы с просьбой привлечь должностных лиц ТГК-14 к уголовной, в том числе, ответственности за такие действия, поскольку они незаконны абсолютно. Как вы думаете, для чего ТГК-14 отключать людей от тепла? Ну, это же вот совершенно бесчеловечно. Эти действия, они ни к чему не приведут, они не приведут к увеличению прибыли компании, только к какому-то всенародному гневу и порицанию. Николай Робертович встречался в прошлые выходные с инициативной группой граждан, которые организовали в интернете сообщество тех людей, которых отключили от теплоснабжения ТГК-14. Их там около 300. И все единогласно, которые присутствовали, сказали, что спасибо за то, что отключили. Мы поняли, что отапливаться электричеством намного дешевле, чем получать услугу теплоснабжения от ТГК-14. Но здесь другая ситуация возникает. ТГК-14 обрезала батареи, унесло их в неизвестном направлении, но при этом начисляет 100% оплату за услуги по отоплению. И вот здесь действительно сложная ситуация у тех граждан, у которых нет никакого доказательства того, что именно ТГК-14 отрезало их от теплоснабжения. Вы можете дать краткую инструкцию, как поступать жителям собственников квартиры, если к ним приходят специалисты ТГК-14, с целью отрезать батареи. Как нужно действовать? Как нужно себя вести? Имеет ли право человек вообще их впустить в дом? Или можно им не открывать? Проигнорировать. Пусть даже я там должна 100 тысяч рублей. Согласно действующему законодательству, беспрепятственный доступ в помещение, жилое, в частной, в муниципальной или иной форме собственности должны обеспечить сотрудникам правоохранительных органов, в первую очередь полиции. ТГК-14 ни к одному правоохранительному органу не относится. Соответственно, принятие решения о допуске сотрудников ТГК-14 свою квартиру, либо дом, либо недопуски целиком лежит на самом собственнике помещения. То есть люди сами, не зная закона, пускают и позволяют? Доходит до абсурда. Вот одна женщина на встрече с депутатом Удуевым сообщила, что пришли сотрудники ТГК-14 просто проверить состояние. При этом узнали, что есть долги и сразу же начали отрезать. То есть они то ли специально, то ли так получилось, зашли по другим предлогам. И в ходе беседы, узнав о том, что есть задолженность по оплате услуг ТГК-14, начали производить демонтаж отопительных приборов. В данном-то случае сейчас, поскольку у многих существуют сотовые телефоны с видеокамерами, это все надо фиксировать и сразу же вызывать, конечно, полицию. Потому что даже если полиция не успеет приехать на период демонтажа отопительных приборов, то, по крайней мере, сам факт обращения и время, допустим, обращения, оно будет служить доказательством того, что здесь были противоправные действия. Кроме того, здесь вопрос возникает с поведением управляющих компаний. Потому что все мы знаем, что зона ответственности ТГК-14, она заканчивается стеной дома. Подъездом? Подъезд могут заходить? Нет, заходить могут, в принципе, в любое помещение, если собственники помещения не против. Вопрос в другом. Чтобы отключить, демонтировать полностью батарею отопления, в некоторых домах кранчиков-то не стоит. То есть надо целиком сначала перекрыть стояк отопления, а потом уже демонтировать. И здесь, получается, первые помощники ТГК-14 в этом, это управляющие компании. Интересно, зачем им это нужно? Непонятно. Но сейчас, в принципе, многие управляющие компании, они работают в контакте с Николаем Робертовичем. И они даже направление своей деятельности, в частности, по борьбе с тарифами ТГК-14, согласуют. Потому что они обращаются в арбитражный суд, как хозяйствующие субъекты. Они оспаривают постановление администрации города Улан-Удэ, касающиеся деятельности ТГК-14. И в этом оказывают, конечно, большую поддержку в этой борьбе. Константин, вот ТГК-14 собирает с нас огромные деньги. Как они эту выручку реализуют? Чинят ли они котлы? Чинят ли они оборудование? Покупают ли что-то новое для того, чтобы теплоснабжение в городе было хорошим и качественным? Есть у вас какие-то данные? У меня есть только нормативные требования. То есть, если ТГК-14 не будет выполнять данную свою обязанность по надлежащему содержанию своего собственного имущества, либо арендованного имущества, которое является источниками теплоснабжения, либо же магистрали, по которым данное тепло передается уже потребителю, то, в принципе, органы муниципальной власти, которые признали, в частности, в Улан-Удэе, в Каменске единые теплоснабжающие организации ТГК-14, они вправе свои решения отменить. Это делается, в принципе, просто. Доказательства представляются, и местные депутаты принимают такое решение. Вот. Ну, здесь вопрос, конечно, уже стоит больше к народным избранникам в каждом конкретном муниципалитете. Константин, последний вопрос. Сколько лет еще компания ТГК-14 будет работать в Улан-Удэ? Какой срок договора этих котельных? Сколько мы будем еще все это терпеть? Ну, я все-таки надеюсь, что таких популистских лозунгов не будем выдвигать. Какой договор у ТГК-14 с мэрией Улан-Удэ? На сколько лет они зашли сюда? По-моему, я точно говорить не буду, потому что конкретно мне дано поручение оспаривать тарифы, которые установлены до 2024 года, но, как мне кажется, до 1933 года точно могут работать. Эта компания будет здесь работать? Ну, в принципе, сроки судопроизводства, они достаточно сжатые, и если суд примет наши доводы, то, в принципе, в скором времени, к следующему отопительному сезону, должны будут действовать уже другие тарифы. Если суд не примет наши доводы, то мы будем искать другие пути по снижению такого тяжкого времени, как содержание другого населенного пункта за счет, получается, кармана горожан города Улан-Удэ. Константин, я желаю вам успехов в вашей борьбе и Николаю Робертовичу. Очень хочется, чтобы тариф был меньше, потому что мы все платим очень много. Это точно. Спасибо, что вы пришли, нашли время для нас. Вам спасибо, что освещаете. Это была программа «Актуальная тема». Всего хорошего и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok